Удар из ДНР за что атаковали украинских силовиков 10 июля 2019 года газета Удар из ДНР, за что атаковали украинских силовиков В сети появилось видео обстрелов в СУИ с противоминной установки в ДНР В сеть попало видео таки по позициям военнослужащих Украины Опубликовано оно было в Фейсбуке одного из тактических соединений в СУ В подписи к кадрам отмечалось, что якобы это была провокация со стороны бойцов самопровозглашенных республик С целью дискредитации украинской армии и распространения грязных фейков Однако в ДНР заявляют, что удар был нанесен в ответ на обстрелы со стороны в СУ В интернет попало видео обстрел оппозиции вооруженных сил Украины, в СУ, недалеко города Маринка Донецкой области Атака по позициям украинских силовиков велась из противоминной установки УР-83П Запись была опубликована 24-й отдельно механизированная бригада им. Короля Данила, в СУ, в Фейсбуке Данное видео подтверждает, что незаконные вооруженные формирования бьют прямо с улиц населенного пункта Александровка Надеясь, что вооруженные силы Украины, поддавшись на провокации, откроют огонь Что даст им возможность дальше распространять свои грязные фейки, говорится в подписи к размещенному видео Кроме того, там добавили, что этот подрыв зданию якобы был сделан специально, чтобы дискредитировать украинских военнослужащих Выдав эту атаку за нападение украинской армии В подписи также отмечается, что видео будет передано в совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-восточной части Украины В то же время, как отмечает телеканал «Звезда» со ссылкой на запись в сводках от ополчения Новороссии В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР, сообщили, что удар был нанесен в ответ на обстрелы Позиция украинских оккупантов была полностью уничтожена благодаря слаженной работе бойцов ДНР, приводит телеканал слова из публикации Днем ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил по итогам саммита Украина, ЕС в Киеве, что стороны конфликта в Донбассе постепенно продвигаются к устойчивому прекращению огня «Верю, что мы движемся к устойчивому прекращению огня. Понимаю, не так быстро, как хотелось бы. Потому что фактически мы двигаемся по минному полю, во всех смыслах этого слова», — сказал президент страны Он подчеркнул, что в дальнейшем остается еще много работы по восстановлению Донбасса, отметив, что стороны конфликта развели войска возле поселка Станица Луганская Теперь ожидается подготовка для восстановления моста в поселке, который является пешеходным контрольно-пропускным пунктом между Украиной и самопровозглашенной Луганской Народной Республикой, ЛНР В то же время украинский глава государства пообещал, что в скором времени будут подвижки в процессе обмена пленными в Донбассе «Я верю, что все стороны хотят остановить войну и мы найдем выход из этой ситуации. В ближайшее время продвинемся в вопросе обмена военнопленными», — заявил он, отметив, что в Минске также ведется этот вопрос Проблема, по его словам, состоит в том, что списки не совпадают с обеих сторон На пресс-конференции по итогам прошедшего саммита Владимир Зеленский объявил также условия, благодаря которому возможно снятие экономической блокады с самопровозглашенных республик «Все в ближайшее время можно вернуть, но, пожалуйста, тогда верните нам незаконно национализированные наши предприятия, которые находятся на временно оккупированных территориях», — сказал он «Глава Украины выразил надежду на прекращение боевых действий в Донбассе в течение года «Эту войну мы действительно хотим остановить и хотим вернуть мир на Украину, но это возможно сделать единственным оружием, это дипломатия», — уверен Владимир Зеленский Однако ВЛНР с ним не согласны Как заявил представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Родион Мирошник, «Киеву нужно сесть за стол переговоров, а не выдвигать ультиматумы», — передает РИА Новости По словам собеседника агентства, Киев ввел экономическую блокаду в одностороннем порядке, не согласовывая это решение с жителями Донбасса В ответ на это последовала не национализация, а введение внешнего управления на брошенных предприятиях, чтобы десятки тысяч людей не остались без работы, — обратил внимание Мирошник «Сегодня Киеву нужно не выдвигать ультиматумы, а также, как ввели экономическую блокаду, также ее и снимать, а потом садиться в Минский за стол переговоров и договариваться о будущем экономическом взаимодействии», — подчеркнул он В России на заявление украинского лидера отреагировали по-разному «Так, член Международного комитета Софеда и Олег Морозов верят в то, что Зеленский хочет остановить войну на Донбассе, потому что так, по мнению сенатора, надо Кроме того, другого выхода нет», — отметил Морозов в разговоре с РИА Новости «В этом случае Зеленский будет президентом мира в Донбассе», — сказал политик В то же время в Госдуме к словам Зеленского отнеслись с недоверием Очень сложно пока верить ему, у него фактически пока ничего не получается Зеленский сделал огромное число законопроектов, и ни один из них не был принят Он сделал несколько заявлений, но его первые попытки в управлении проходят неудачно, — сказал зампредкомитета ГД по международным делам Алексей Чепария Новости Он добавил, что пока все инициативы главы Украины не приводят ни к чему хорошему ни во внутренней, ни во внешней политике В то же время представители самопровозглашенных республик продолжают отмечать нарушения со стороны украинских силовиков Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявляли о 15 нарушениях со стороны ФСУ, — передает агентство Ангелина Мельченко Право на данный материал принадлежат газета РИА Материал размещен правообладателям в открытом доступе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова